Бросил городскую жизнь и занялся овощеводством. Евгений Золотарев 6 лет успешно ведет собственный бизнес. Выращивает огурцы, помидоры, картофель, капусту. Последнее в приоритете. И свой проект предприниматель запустил под названием «Капуста в поле». Я пошел в Акимат, написал заявление на предоставление 4 гектара земли. Подведение огородничества Акимат мне землю предоставил, выдали. На следующий год я распахал. Потом первый год я посадил на месте, где теплица стоит, ну, суток 20, наверное. Это где-то 2-3 тысячи корней было капусты. Посадил, прополол, поливал сам вот с этого озера. Лейку купил и бегал, поливал. 4 утра просыпался. Усилия даром не прошли. Начиналось все с передвижного павильона. Капуста продавалась на ура, и Евгений решил построить свой магазин. Сейчас его продукцию можно увидеть в супермаркетах города. Капуста в поле пользуется спросом. С каждым годом Евгений совершенствует свою ферму. Закупает новые семена лучшего качества, приобретает спецтехнику, ищет новые технологии выращивания. Капельное орошение раньше начали использовать, но мульчирующую пленку второй год используем. Это я был у коллег в Оренбурге, я посмотрел, как они делают, про пленковых кладчик, которого я говорил. И вот это получается мы вот стелим мульчирующую пленку, вот она мульчирующая пленочка. И сквозь нее садим, вот дырочку делаем и садим. Там под низом лежит капельная лента. Вот эта мульчирующая пленка держит лагу, под ней теплее, и не растут сорняки. Если сорняки вырастают, они там сгорают. За советами часто обращаются и к самому Евгению. Пишут из России, Азербайджана, даже из Африки. Фермер ездит на различные конференции, форумы, где делится опытом. Сейчас овощевод планирует попробовать круглогодичное выращивание. Евгений выиграл государственный грант в 5 миллионов тенге. На реализацию проекта «Зимняя фермерская теплица» по дорожной карте бизнеса. Теплицу практически достроили. Нам осталось ее покрасить, от мусора почистить и накрыть пленкой. Ну и там, да, через 5 дней буквально будем высаживаться. Хоть она еще не готова, там красят, но будем высаживаться. И будем высадимся, и в процессе уже дальше заканчивать эту работу. Теплицы будем выращивать, огурцы, помидоры. Ну и где-то, может быть, в межсезонье зелень какая-то. Еще как бы круглогодичным мы не занимались. Построим, посмотрим, отопление в этом году не успеем доделать. Но в следующем году, уже к Новому году, надеюсь, будут наши огурцы на прилавках. Услугами льготного кредитования предприниматель пользуется каждый год. Сначала это был бюджетный кредит. Сейчас Евгений повышает ставки для улучшения своей фермы. Он получил безвозмездный грант в 2 миллиона тенге. На данный момент активно ведется финансирование предпринимателей по программе «Эскер». Основные условия кредитования по направлению. По животноводству сумма займа составляет до 5 миллионов тенге. При этом, если заемщик участвует в якорной кооперации, то возможно получение суммы до 12 миллионов тенге. Сроком до 54 месяца. Со ставкой вознаграждения 6% годовых. По программе развития предпринимательства в сельских населенных пунктах сумма до 6 миллионов тенге. Ставка вознаграждения 6% годовых. Срок финансирования до 54 месяца. С начала года на финансирование по этой программе подали 20 заявок на сумму почти 110 миллионов тенге. Диана Салихова, Александр Янцен, МТРК.